Добрый день, мои друзья и гости моего канала! С вами Наталья и Цветы моей души! Сегодня 1 мая, я вас поздравляю с этим праздником! Вот у нас в Москве светит солнышко, но на самом деле температура не очень тепло, всего плюс 8. Мы сегодня выезжаем на дачу, так что все мои растения, почти все, скоро перекочуют на свои постоянные места. Вот у меня уже какая розочка, та, которая вот у меня была из пакета, и у меня уже на балконе распустилась жимолость. Вот, все просится в землю, все хочет расти на ярком солнышке, поэтому сейчас мы уже начнем упаковываться, и уже следующее видео мы будем снимать на нашем дачном участке. Ну что, девочки мои, поехали на постоянное место? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это было 16 октября, и потом мы заболели всей семьей коронавирусом, поэтому сидели месяц на больничном в изоляции, сюда никто не ездил. В общем, пока еще все так неприглядно, еще не очень все красиво, вот мы даже некоторые гортензии еще не открывали. маргаритки распустились. Маргаритки распустились. Очень интересно, конечно, такой полянкой уже радует. Вот, все вроде бы выжило, ничего не замерзло, но впереди очень-очень много работы, много дел. Цветники пока, конечно, в ужасном состоянии. Ну, все, пора засучивать рукава и браться за работу. Да, ну, чем можно похвастаться на данный момент? Вот клубничка уже зеленеет. Зашел чесночок. Неплохо зашел. Да, мы тут, когда были, последний раз было еще очень и очень тепло, поэтому многие цветы, чавель, многие цветы мы не обрезали, из-за этого так и остались стоять палки, потому что они еще в тот период цвели, когда мы приезжали. Осень была теплая, а потом вот мы, к сожалению, заболели. Ну, вот тут уже можно видеть, что распустилась примулка. Да, сейчас все так еще сухостойная. Вот, примулка прям прелесть. Очень красиво цветет так, прям пышненько. Ну, ничего, все приведем в порядок. Все будет у нас хорошо. Глаза боятся, руки делают, правда? Сегодня по дороге, когда мы ехали сюда, в деревню, мы заехали в Лороа-Марлен, нам нужно было купить торф, потому что будем сажать гортензии, хотели подсыпать, потому что у нас, ну, почва с углинок. И вот нежданно-негадно для себя решили взять вот ту, сморакт западная. К сожалению, вот тут этикетки не было на этой баночке, ну, вот муж выбрал ее, она показалась вот такая пышненькая. Она, наверное, сантиметров 70-80, и теперь она стоит вот такая туя, 786 рублей, по-моему. То есть, конечно, цены подорожали. По сравнению с прошлым годом, она, наверное, все-таки была чуть подешевле. Туи было много, они были разные, высокие, пониже, совсем прям малыши. И вот у меня теперь стоит задача номер один. Это все хорошо как-то распланировать, решить, куда мне делать свои посадки. Потому что мне надо посадить вот эту тую, дальше 4 гортензии, и 2 гортензии надо пересадить от грядок, вот оттуда. Но напоминаю, что у нас в этом году стройка. Вот наш фундамент, и уже совсем скоро будем завозить строительный материал. И пока тут не разбежишься, потому что тут будет основное строительство дома под крышу. В общем, это очень трудно, конечно, решить, куда что я буду сажать. Потому что пока еще не получается у меня по-другому. А еще я, конечно, заметила, что все тут перекопано опять кротами. Прям эти кроты это какое-то стихийное бедствие. Все вокруг вот этих пучках, вокруг торчит вот эта вот земля, подкопанная. Прям вообще вот беда бедой с этими кротами, что делать? Не знаю прям. Вот тут сидела хоста, все подкопали. Тут у меня сидел клематис, тоже его подкопали. Вообще, что-то я не вижу этот клематис здесь. В общем, надо разбираться, что дальше. А вот тут бадан. Молоденький, только купленный в прошлом году, посаженный, вот собирается цвести. Для меня это тоже первый раз. Вот я увижу, как цветет данное растение. Сегодня солнышко. Завтра у нас 2 мая, Пасха. Ну, работать, конечно, нежелательно. Поэтому завтра мы будем отдыхать, жарить шашлык. А вот 3-го числа стоит в прогнозе у нас дождь. И 3-го, и 4-го, и 5-го. В общем, погода испортится. Поэтому, конечно, опять планы, которые тут планируешь, все время опять начинают нарушаться. Поэтому давайте, мои дорогие, я сегодня с вами прощаюсь. Пойду делать дела. И когда уже будет хоть какой-то порядок, я вам тогда его покажу. Сосенка вот у нас совсем развалилась. Ее надо подвязать, что ли, надо. Ой, ладно. Муж подключает воду. А я беру секатор и перчатки. Подписывайтесь на мой канал, если хотите посмотреть, как будет развиваться дальше мой сад и как мы будем строить наш дом мечты. Все, я с вами прощаюсь. Пока-пока. Всем приятных моментов. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok